Иван Фёдоров, городской глава Мелитополя, подключается к нашему эфиру. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы вы уже ехали прям по направлению к Мелитополю, да, а не пробками из, а вы туда. Очень надеемся, что скоро будет именно так. Но пока расскажите, пожалуйста, что же происходит, к чему эта суета среди оккупантов? По направлению к Мелитополю хотелось бы, конечно, ехать, но пока мы видим тенденцию в том, что мы озвучивали последние две недели, что оккупанты начали эвакуацию из временно оккупированной части Запорожской области. Они это делали внегласно. Сначала вывозили своих каких-то коллаборантов, потом вывозили часть спецотрядов своих каких-то, а вчера уже приняли решение, ну, насколько это можно назвать, официальной фейковой власти о том, что эвакуируют порядка 15 населенных пунктов. Это в основном приближенные пункты к линии разраничения Запорожской области. Чтобы было понятно, сегодня картина выглядит следующим образом. Линия фронта от города Мелитополя примерно 70 километров. Они сейчас начали эвакуировать все прифронтовые города, которые находятся в радиусе 30 километров от линии фронта. То есть мы понимаем о том, что они эвакуируют население и к чему-то готовятся. Я не могу сказать о том, что сегодня выбегают из этих населенных пунктов военные. Это неправда. Наоборот, мы видим поток военной техники, проходящий через Мелитополь в сторону Запорожской линии фронта. То есть сегодня враг все еще готовится и тешит себя иллюзиями, что ему удастся остановить наступление наших вооруженных сил. Но я не думаю, что это получится. Следующее. Сегодня действительно в городе Мелитополе сумасшедшая очередя на заправках. И, например, в селе Приазовское, который находится в 20 километрах от Мелитополя, бензина уже нет. То есть паники нет, но и бензина тоже нет. И также мы наблюдаем тенденцию, когда они продолжают террор в больницах, а именно со вчерашнего вечера массово выписывают пациентов из больниц. И для того, чтобы приготовить места свободные, чтобы были места для массовых раненых вооруженных сил РФ. Также мы видим тенденцию, когда они в миграционной службе своей фейковой, в которой выдавали паспорта, массово палят документы. В военной комендатуре военной полиции, которая находилась в здании захваченного подразделения ДБР, палят документы. И также мы видим тенденцию о том, что с административных зданий некоторых они начинают выезжать. Да, но при этом пытаются создавать видимость бурной деятельности. Вон, Балицкий какие-то законодательные инициативы предлагает или даже продвигает. В частности, запретить употребление алкоголя и продажу. Это было еще до эвакуации. Четыре дня назад он принял решение о сухом законе, который должен продействовать до, если не ошибаюсь, конца августа. То есть, я думаю, что это была превентивная мера к эвакуации. А сегодня все-таки они говорят о эвакуации. Но что интересно, эвакуируют они на сегодняшний день. По крайней мере, говорят, что собираются эвакуировать. На территории все равно временно оккупированной Запорожской области, а именно Бердянск и Кирилловка, там, где находятся массово отели, гостиницы и базы отдыха. Там, где массово можно разместить несколько миллионов людей. Но, с другой стороны, мы видим на сегодняшний день то, что массово люди пытаются выехать во временно оккупированный Крым. Сегодня стоят в очереди на пункте пропуска Чангар минимум 7 часов, а некоторые стоят и 12. Поэтому то, что паники нет, это, конечно, неправда. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот как происходит, это понятная речь не касается Мелитополя, но подготовка к пляжному сезону. Там все так же, как и в Крыму, то есть выстраивают вот эти бетонные пирамидки, всех призывают на пляжи, все будет хорошо, но, тем не менее, сами параллельно готовятся к эвакуации. Или какая-то специфика все-таки есть? К курортному сезону они не готовятся. Что Кирилловка, что часть Приазовского побережья, например, Приморск и Приазовье, это такие большие военные базы РФ. Именно на берегу Азовского моря они размещали огромное количество своей военной техники, боеприпасов, личного состава, так как считают, что до туда не могут достать наши вооруженные силы Украины. Миф. Потому что мы уже знаем о том, что они находятся, значит, точно их там надолго не будет. С другой стороны, вчера в 18.00 было собрано совещание в Мелитополе тех собственников баз отдыха, которые остались еще на временно оккупированной части Запорожской области, с требованием начать размещение эвакуированных людей на базах отдыха в Кирилловке. Те, кто не согласятся, их базы отдыха будут национализированы. То есть, ну, такой сомнительный курортный сезон, я бы так сказал. Иван Сергеевич, скажите, пожалуйста, как считаете, на каком этапе оккупационные власти и оккупационные войска начнут коллаборантов ликвидировать, ну и полностью замещать или попытаться заместить своими гауляйтерами? Я думаю, что у них на это время немного осталось. А что касается ликвидации, она будет двух путей. Первое. Тех, которые для них важны, они уже начинают вывозить. И мы даже видим по городу Мелитополю временно оккупированным, там, где они эвакуацию не объявили. Но сегодня мы начинаем получать информацию от наших жителей, что некоторые гауляйтеры, которые приехали из континентальной России, сегодня спешно собрались и выехали уже в неизвестном направлении. Это точно не ликвидация, но это возможность им сбежать. А что касается тех коллаборантов, которые предали, я думаю, что самых топовых точно устранят сами. И это произойдет в ближайшее время. А остальных всех бросят, и они будут отвечать по законодательству Украины перед нашими судами. Иван, возможно, последний вопрос будет. Меня натолкнул военный эксперт Олег Жданов на этот вопрос. Он сказал о том, как будет тяжело освобождать Мелитополь, потому что оккупанты понимают, это фактически дальше ворота в Крым, и после Мелитополя, по сути, предрешена, возможно, будет судьба российской группировки на юге Украины. Но, тем не менее, он говорит, что самый большой фактор – это то, какое будет психологическое состояние у российской армии. Насколько готовы они будут положить свои жизни за украинский Мелитополь. Что об этом известно? Может, состояние на местах. Вот они давно не участвовали в боевых действиях, их постоянно обстреливают. Вообще, они с этой ситуацией уже смирились или они понимают, что это вообще не их-то дело и лучше побыстрее двигаться на Крым и валить на территорию России? Если внутренняя паника среди оккупантов – точно есть. Если внутренняя паника среди военных – точно есть. Но мы должны понимать, что их используют как пушечное мясо. И те, кто стоят в окопах либо стоят на позициях, они не полномочены, не имеют возможности принимать вообще какие-либо решения. Поэтому их будут использовать до последнего, их будут бросать в бой и наверняка даже не всех заберут с линии фронта. Но, с другой стороны, точно наши героические вооруженные силы найдут возможность деоккупировать наш город, как и весь юг нашей страны, и в том числе наш Крым. Но мы должны все понимать, что у врага была возможность окопаться, создать окопы, несколько линий оборонных, которые достаточно хорошо укреплены. Поэтому будет ли это легко? Точно это легко не будет. И ни в коем случае нельзя преуменьшать те сложности, с которыми придется столкнуться нашим вооруженным силам Украины. Естественно. Но ждем, ждем деоккупации. Иван Сергеевич, спасибо большое. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был с нами на прямой связи. Благодарим.